На переговоры и торжества в Киев приехал министр обороны США Джеймс Мэттис. С чем пожаловал глава Пентагона и какие месседжи прозвучали во время его встречи с украинским президентом, расскажет Инна Томина. Глава Пентагона впервые за 10 лет в Украине и сразу на праздник. Джеймс Мэттис сначала посетил парад на Крещатике, а уже потом отправился на важную встречу с президентом. После разговора Порошенко и Мэттис вышли к прессе. Там глава Минобороны США рассказал, что в Киеве ощутил свежее дыхание свободы и независимости. И, по его словам, Вашингтон заинтересован в прочной поддержке Украины, в том числе и военной. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше узнать ситуацию, в которой оказались ваши бойцы на передовой. Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов, включая специальное оборудование, которое укрепит обороноспособность Украины. Если говорить о летальном вооружении, этот вопрос рассматривается. Я вернусь домой и, учитывая то, что увидел и о чем узнал, соответственно, проинформирую руководство. Также глава Пентагона заверил, что США никогда не признают аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. Более того, американцы продолжат давление на Россию, поскольку Москва силой пытается изменить международные границы. Украинский лидер солидарен. Мы безусловно рассматривали вопросы против действий агрессии Российской Федерации против Украины. Это ключевая тема и наш общий вызов. Я докладно проинформировал ману министра о безопасной ситуации в регионе. В Москве стоит принимать логику, которую поддерживаются все участники нормандского формата. Первое – это проведение безопасного пакета, который состоит из прекращения огня, выведения всех российских подразделений с территории оккупированного Донбасса. Результатами встречи Порошенко и Меттис остались довольны. И оба надеются, боевые действия в Украине прекратятся, ведь уже завтра на Донбассе должен установиться режим полной тишины. Инна Томина, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова